МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Растительных и животных волокон, шерсть, лен, хлопок и так далее. А что же замыкает великолепную пятерку? Что на последнем или, может, даже на первом месте? Но, разумеется, это железо и различные сплавы из него. Без металла у нас не было бы зданий, машин и вообще транспорта, включая самолеты и поезда. Не было бы космических ракет. Разумеется, мы жили бы без электричества, оружия и электроники. Да что там, гвоздь в стену без железа мы не забили бы, потому что и гвоздь, и молоток, они металлические. Телефонов, кстати, тоже не было бы. Их корпус и микроплаты – это тоже различные металлы. Как сказано в одной пословице, даже золото добывается железом. Вот про него, про железо, и про то, как его добывают и где это делают, мы сегодня и поговорим. Как можно добывать полезные ископаемые? Собственно, двумя способами – закрытым и открытым. Открытый способ – это когда копается большая яма, и из нее достается то, что представляет ценность. Камни, металлы, углеводороды. По сути, открытый способ добычи чего-либо из-под земли – древнейший в мире. Ученые утверждают, что уже во времена палеолита люди что-то такое активно копали и выкапывали себе на благо. Собственно, с тех пор изменилось немного. Суть осталась – размеры поменялись. Большие ямы или карьеры год от года и с каждым столетием становились все больше и больше, пока не достигли циклопических, видимых даже с орбиты Земли, размеров. Вот перед вами, например, крупнейший в мире карьер по добыче негорючих полезных ископаемых – железа. Он стоит на месте Лебединского месторождения железных руд и занесен из-за своих размеров в Книгу рекордов Гиннесса. На сегодняшний день его максимальная ширина – 5 километров, а глубина – 500 метров. В общем, для сравнения, если на дно этого карьера поставить Останкинскую телебашню, то мы увидим только ее шпиль прямо на уровне верхней кромки карьера. Вот так люди постарались за почти полвека, выкапывая отсюда железную руду и отправляя дальше на комбинат. Это общие сведения. Теперь давайте я расскажу, почему копают именно здесь. И делают это так долго и упорно, и будут продолжать копать еще много-много лет. Все дело в Курской магнитной аномалии. Это крупнейший из известных на сегодняшний день в мире железорудных бассейнов. Он лежит на территории сразу девяти областей центра и юга России. Содержание железа в Курской магнитной аномалии настолько высокое, что ее и открыли самым народным способом. Просто обратили внимание, что стрелка компаса в этих местах постоянно отклоняется в сторону. В конце 18 века это зафиксировали ученые и понеслось. Начались разработки железа. На сегодняшний день осваиваются сразу несколько месторождений в трех областях. Курской, Белгородской и Орловской. В основном открытым способом. То есть выкапываются карьеры. Все полезные ископаемые находятся под землей в виде жил, штоков, пластов, россыпей. Короче говоря, их форма сложная витиевата. Не исключение и железная руда. Она залегает под землей на разной глубине. Ее жилы и пласты имеют разную плотность. Они переплетаются с пустой породой. В результате на одном месторождении где-то залегает богатая руда с содержанием железа около 45%. А где-то бедная руда с содержанием железа около 20%. И тут же рядом находятся просто обычные камни. И вот все это, и пустую породу, и руду надо как-то извлечь из-под земли. Делается это в первую очередь с помощью взрывов. Вопрос, зачем нужны эти взрывы? Ну, даже чтобы выкопать банальную яму в твердой каменистой земле, нужна не только лопата, но еще и кирка. Здесь тот же принцип. Взрывы разрыхляют горную массу, делают ее сыпучей, удобной для транспортировки. Дальше в дело вступают вот такие вот монструозные гиганты. В каком-то смысле это главные хозяева карьера. Огромные экскаваторы. У них свое отдельное название, как у модели машин. ЭКГ. Экскаватор карьерной гусеничной. Этот мощный парень зачерпывает своим колоссальным ковшом разрыхленную после взрыва горную породу и загружает ее в самосвал. Кажется, задача очень простая, но дьявол кроется в деталях. Работать надо быстро и в то же время чисто. То есть поменьше просыпать, не нагружать механизмы экскаватора, не перегружать самосвалы и следить, чтобы уступ карьера убывал равномерно. Машинист экскаватора находится в кондиционированной кабине. Управляет ЭКГ с помощью двух джойстиков. В общем, опять же, складывается впечатление, что все очень просто. Но, понаблюдав за работой лично, поговорив с этими людьми, а главное, просто побыв внутри карьерного экскаватора, могу сказать, что впечатление обманчивое. Работа эта очень напряженная, погрузка идет постоянно. Каждой подъезжающей машине надо примериваться индивидуально. Тут нет никакой автоматизации, никакой автоматической погрузки. Уступ карьера все время осыпается. А есть еще колоссальные вибрации, когда экскаватор зачерпывает породу, особенно снизу идет такая тряска в кабине, что машинистам иногда приходится упираться руками и ногами, чтобы не вылететь из кресла. Ну и, конечно, нагрузка на спину. Словом, это очень тяжелый труд, который продолжается и днем, и ночью. Причем, каждая смена длится 12 часов. Можем нагрузить машину ровно. Машина тогда едет нормально, не валится на один бок, не кремит ее, ничего. То есть, чтобы ее ровно загрузить, ее надо ровно выставить. Чем хуже он подъезжает, тем хуже я его могу нагрузить. То есть этот сейчас стоит, ну, допустим, для меня, он стоит близко и не под тем углом. Ну, как бы уже со временем, уже просто на это сильно внимания не обращает. Кто хорошо подъезжает, кто плохо. Так же и грузит ребята. Кто хорошо, кто плохо. Все по-разному работают. Тяжелый забой, ну, не прорвано. Может быть, контакт какой-то, взрывов или что-то. Много факторов, но это тоже влияет. И когда вот всю смену вот так вот сидишь, вколотишься, под утро ни рук, ни ног, или под вечер. Казалось бы, просто сидишь, да, ничего не делаешь. Можно сказать, это второй бог карьера. Больший груз или карьерный самосвал. Ну, фактически, огромный грузовик с необъятным кузовом, в который помещается много железной руды. Кстати, последнее мое предложение довольно безграмотное, потому что в нем много неточностей. Во-первых, несмотря на монструозный вид, карьерные самосвалы нельзя назвать просто огромными или безразмерными. У них вполне себе конкретные размеры. Во-вторых, они могут перевозить не только железную руду, а вообще все, что добывается открытым способом. Горючие полезные ископаемые, например, торф и уголь. Различные руды от черных до цветных. Песок, глину, известняк, гранит. Камни-самоцветное сырье. Это драгоценные и полудрагоценные камни. Короче говоря, карьерный самосвал – это грузовик, который перевозит то, что в него насыпят. И, между прочим, в пустую породу карьерный самосвал иногда перевозят даже чаще, чем полезную. Кстати, еще одно название его – внедорожный самосвал, потому что в карьере не бывает бетонных или асфальтных дорог. Машины ездят потому, из чего и состоит карьер. И самое простое сравнение этих дорог – с проселочными. Так что у этих больших машин действительно хорошая проходимость. Сложно из-за того, что он не как обычная легковая машина. Здесь есть куча своих нюансов. А приятно, потому что на большой машине, ну, какому мужчине не нравится большая машина? Высоко сижу, далеко гляжу. Ну, и опять же, я не знаю, то же самое, что какому русскому не нравится быстро ездить, а какому человеку не нравится ездить на большой машине, тем более даже очень большой, таких единицы. То есть я знаю много людей, которые просто мечтают там прокатиться или постоять рядом. То есть, ну, это интересно. Интересно, но есть и сложности. Большегруз – это все же очень большая машина. И управление ею в чем-то схоже с управлением судном на воде. То есть, например, нажатие на тормоз не приводит к быстрой остановке машины. У нее очень большая инерция. То же самое с невозможностью быстро повернуть, набрать или сбросить скорость. То есть все действия в Большегрузе надо рассчитывать заранее. Дальше. Карьерные дороги – это не городские трассы с хорошо видимой разметкой. Тут все одноцветное. Рельеф плохо читается, особенно в ночное время. Добавляем сюда длинные смены с одним перерывом на обед, запыленность, из-за которой некоторые водители даже носят респираторы, и тряску во время движения, потому что дороги здесь ровностью не могут похвастаться. Короче говоря, это тяжелый труд. Ничуть не легче, чем работа машиниста-экскаватора. Теперь о самом бросающемся в глаза. О размерах. Ну, тут опять же надо сразу уточнить. Дело в том, что карьерные самосвалы выпускают разные автомобильные компании, они же предлагают различные размеры машин. В нашей стране распространены, ну, разумеется, белазы. И вот по их размерам давайте пройдемся в рамках этого карьера. Значит, самый мелкий, который здесь работает, имеет грузоподъемность 30 тонн. А самый крупный из функционирующих тут 240 тонн. В общем, разброс, как видите, немаленький. Кстати, чем обусловлены большие размеры карьерных самосвалов? Ну, тут простая зависимость. Чем больше он может увезти в кузове, тем это выгоднее для предприятия. Но чем больше он сам по себе, тем выше у него закупочная цена. Так что приходится выбирать. Либо самосвалы поменьше и подешевле, но не такие экономически выгодные в далекой перспективе. Либо дорогие и большие самосвалы, зато хорошо окупающиеся. И как здесь не вспомнить о самом большом в мире самосвале? Это БелАЗ 75710. У него грузоподъемность даже страшно это произнести. 450 тонн. Ну, с чем это можно сравнить? Ну, вот если шестерка Жигули весит чуть больше тонны, то, считайте, почти 430 машин такой монстр сможет увезти. Но этих 450 тонников построено всего несколько штук. И назвать их массовыми машинами, но язык не поворачивается. Забрав руду от места добычи, большегрузы едут на перегрузочный пункт. Там руду выгружают поближе к железнодорожным путям. И затем опять же с помощью экскаваторов ее засыпают в открытые грузовые вагоны. Дальше составы отвозят руду на фабричный передел, на горно-обогатительный комбинат. А здесь, в карьере, увиденный вами цикл будет многократно повторяться и повторяться. С помощью взрывов горная порода будет разрушаться. Экскаваторы будут забирать ее и грузить в самосвалы. Те отвозить на поезда. А они, в свою очередь, на комбинат. Эта работа идет каждый день, без выходных, 7 дней в неделю, днем и ночью, 365 дней в году. Карьеры, подобные этому, разрабатываются не то, что десятилетиями. Они запросто могут существовать больше ста лет. Так что попробуйте просто представить это. Больше ста лет такого каждодневного, напряженного и, в общем-то, опасного труда. И все, чтобы извлечь из-под земли, как мы его равнодушно называем, обычное железо. Итак, вагоны с рудой приезжают с карьеры на год. Что происходит дальше? Вот здесь они наклоняются, и вся руда, все эти разномастные и разноразмерные куски породы высыпаются в большие ямы. Ну, конечно, это никакие не ямы, а огромные дробилки. Их смысл вполне можно угадать по названию. Да, они начинают истирать руду на более мелкие фракции. Вообще, весь смысл ГОТА, он в разделении и отделении железа от пустой породы. И делается это на начальном этапе вот так. Внутри каждой дробилки находится большой конческий вал. Он вращается и трет куски руды об стенке дробилки. В каком-то смысле это устройство можно сравнить с гигантской ступкой, которую раньше перемалывали зерной специей. Кстати, стенки дробилки покрыты очень прочной сталью. Это почти броня. Но поскольку в самой руде тоже присутствует металл, даже стенки дробилки не выдерживают давление. И за несколько месяцев работы они истираются рудой настолько, что их приходится менять. Вот. Сейчас мы в самой нижней части одной из дробилок. Сюда, на конвейер, проваливается уже измельченная руда. Но как измельченная? На самом деле это только начало. Дробилка, машина мощная, но и она не способна перетереть руду до порошкообразного состояния. Это произойдет чуть позже. Самые крупные куски, которые проваливаются на конвейер, не превышают 18-20 сантиметров. Ну, то есть вот примерно вот такие вот куски. Кстати, конвейер тоже выполнен из очень прочной стали, потому что он транспортирует грубую породу. И еще у него необычное название. Питатель. Дальше цех обогащения. По сути, это основное здание, где как раз и происходит отделение железа от пустой породы. Делается это в несколько этапов. Что происходит с железной рудой, когда она попадает в цех обогащения? Здесь ее первым делом очень обстоятельно измельчают, ну, буквально в порошок. Если на входе были довольно крупные куски породы, иногда размером с кулак, здесь они перетираются в крошечные частицы, меньше, чем песчинки на пляже. Делается это вот в таких огромных рудных мельницах. Принцип их действия можно, как ни странно, сравнить с обычной стиральной машинкой. Как мы стираем белье? Загружаем его в бак, насыпаем стиральный порошок, наливаем воды, дальше барабан вращается, и одежда очищается просто от трения, от стенки барабана и друг от друга. Здесь все практически то же самое, только вместо стирального порошка помойные шары. Очень прочно. Железная руда поступает в мельнице, туда же наливается вода, мельницы вращаются, и частицы горной породы трутся друг от друга, а стенки мельницы в результате измельчаются. Помойные шары помогают процессам. Конечно, с одного раза измельчить довольно большие, прочные куски железной руды в порошок невозможно. И процесс повторяют и повторяют многократно на разных мельницах. Кстати, они все сделаны из очень прочной стали, но даже она не выдерживает постоянного контакта с частицами руды. Ее внутреннюю обшивку регулярно меняют. К сожалению, мы не можем показать весь процесс, он происходит внутри, но вид и, главное, размер этих рудных мельниц, конечно, производят сильное впечатление. Ну, а теперь самое главное. Как же из этой многократно измельченной горной породы извлекаются драгоценные крупицы железа? Не забывайте, что в цех приходит руда, в которой, ну, в лучшем случае содержится около половины или чуть больше половины железа. Остальное – пустая порода. И как отделить одно от другого? Ну, в теории очень просто. Из школьного курса физики мы помним, железо притягивается магнитом. Вот это и происходит на сепараторах. Внутри них установлены мощные постоянные магниты. Они притягивают крупицы метала, а все, что не железо, то есть, проще говоря, пустая порода, вместе с водой смывается в ручьи. Такой вот, казалось бы, простой способ. Но опять же, простой в кавычках, потому что, ну, вы просто посмотрите на размеры этого цеха. И так, после всех сепараций, после всех технологических процессов, концентрат в жидкой форме попадает на вакуумный фильтр. Он удаляет из концентрата всю воду. Ну, фактически, вытягивает ее через сотни отверстий в мембранах. И то, что в результате получается, это и есть железо. Точнее, это оксид железа. Его в этой серовато-черной субстанции почти 70%. Затем, после окончательного высушивания, железорудный концентрат может сразу же отправляться грузовыми вагонами потребителям. То есть, это вполне себе готовый продукт, который продается и внутри России, и с рубеж. Но, есть одно но. Концентрат еще неудобный для работы металлургов материал. Например, он слишком мелкодисперсный для загрузки в домной и печи металлизации. И чтобы улучшить его свойства, надо сделать все наоборот. То есть, представьте себе, только что были потрачены колоссальные мощности, чтобы измельчить горную породу и выделить из нее железо. Теперь надо потратить дополнительные силы, чтобы придать концентрату конкретную, законченную форму. Так что это за конкретная форма? На заре становления металлургии как промышленности из железоорудного концентрата катали колбаски, лепили слитки, но проще и практичнее обычного шарика все равно ничего не нашлось. Итак, из концентрата делают окатыши. Их легко транспортировать. Они могут очень долго лежать прямо под открытым небом. Окатыши используют и в доменных печах, и в печах под металлизацию и производство горячебрикетированного железа. Короче говоря, эти шарики универсальный продукт. Собственно, на катышах, можно сказать, заканчивается история извлечения железа из-под земли. И начинается совсем другая история. Превращение этого железа в чугун, сталь и различные металлические сплавы на металлургических производствах. Правды ради надо сказать, что существует еще один неметаллургический процесс, когда из-за катышей делают вот такие сливки. Они называются ГБЖ горячее брикетированное железо. Содержание металла в нем повышается до 90% и выше. Для этого используются отдельные комплексы, которые располагаются далеко не на каждом горно-обогатительном комбинате. Но даже эти брикеты все равно отправятся дальше в металлургические печи. И там начнется все то, к чему привык массовый зритель. Языки пламени, расплавленный металл, его розлив формы, искры и яркие краски. Наверное, на фоне этой, в высшей степени эффектной картинки, добыча железа и все, что с ним связано, как-то неоправданно в сознании людей отодвинулась на второй план. Но теперь вы знаете, чтобы сделать чугун и сталь, надо сперва добыть железо. А для этого нужен сложный и подчас опасный труд сотен и тысяч людей в карьерах и на обогатительных комбинатах нашей страны.